итак здорово сегодня у нас будет на обзоре mercedes new actors я его купил комплектация такая с максимальным мотором но в остальном она нищая то есть вот мы еще глянем да у нее соответственно 4 на 2 578 лошадей ну кажись максимальной лошади у этой версии 598 то есть по сути это можно сказать максимальный для 800 момент это блога по сути это по мощности практически максимальный короче там вроде не помню более мощный мэрс есть или нет там просто два варианта есть просто актриса это new actors вот соответственно сейчас мы прокатимся максималочку измерим хотя я думаю она примерно такая же и потом куда-нибудь проедемся но я весь путь не буду нами снимать вот начали давайте полюбуемся на него да как бы еще выезжу на солнышко солнышко чуть невысокая вот так то он выглядит как ну что полюску блять снизу хуйня как и убрать так ну-ка что он ярким перестал быть куча что вот такой от mercedes всегда как бы симпатично симпатичный актрис не он по-моему я так понял мельком видел в патче вышел не так давно то есть то ли летом то ли осенью по сути новая моделька в плане игры не знаю как в реале 578 лошадей напоминаю до этого меня было рено как бы этот рено как он забыл блять magnum и там было 480 лошадей так было там 480 лошадей в принципе валил он неплохо в этом 578 то есть на сутку больше так ехать блять 223 километров сука это очень много мы нам так далеко не поедем мы поедем блять а вот по этой хуйне нет большой трассы не получится нам и я понял мы просто прокатимся докуда ты потом назад вот ждать что может как про этот разгон мы чуть погодя до за оценим полностью потому что здесь вообще ограничение 30 час кабина прикольная гораздо симпатичнее чем у и века чем у магнума там простенькие кабины здесь очень красиво и более того можно сделать в дереве прикиньте какой лакшери это грузовик да можно сделать деревен очень дорого стоит поэтому еще не купил еще еще не богаче платить 20000 да да не удивляйтесь просто отделка под дерево то есть вот замена каких-то элементов а в кабине на дерево стоит 20000 евро это блять просто что-то нереально это блять мерседесе меньше этого гораздо стоит я думаю 600 вот поэтому пока не купил и понятно потом я буду в принципе деньги то есть но потом я буду покупать другие грузовики потом есть разбогатеет она же куплю еду в англии поэтому лево леворулька или право правосторонние движения вот ну никаких особых я в общем не ощутил в плане мощностных увеличения особого в общем никак не ощутил на самом деле что 578 что он мощнее вон красный но магнум на встречу не ехал поэтому такие пироги тем не менее мы сейчас динамику заоценим давайте с нуля начнем то есть посмотрите 0 по и поехали блять он так тормозит и газ жмешь он только через секунду или 2 начинает стартовать и 20 30 40 50 60 70 80 90 у него перед дачи по длиннее похоже 100 поэтому он может побыстрее разгонять 7 нот передач несколько длиннее 115 120 25 magnum они покороче были поэтому 135 36 блять с горочки по ходу поэтому это еще не в счет 143 видите вниз по ходу горочка 147 952 154 155 все ограничения на поход на все грузовиках не знаю на всех на всех на всех на магнуме на магнуме блять не перевернуться мы на магнуме на магнуме блять на магнуме был тоже 155 там 156 был на сейчас горочки поэтому на жизнь 156 не в счет тогда все-таки еще попробуем все-таки будет блять 50 ограничений ебать как-то штраф не выписали хотя камера вон вроде была я 90 прилетел по звуку все то же самое блять никого нормального звука нету тоже вручание уныло и мне чувак кинул кинул блять видео где показывают как звуки для этой игры снимают там все очень серьезно там для столкновения снимает реальное столкновение тачек там легковушек примерно старых бушных но их реально сталкивают прям микрофон и все дела и грузовики тоже по идее снимает блять 60 ограничений снимает все на серьезных но на реальных грузовиках там актерс по моему может для пиар я не знаю но как бы был реальный грузовик не он весь микрофонах и снимает но блять парашка я же еще говорил я пом в том еще видео говорил что я реально ролик смотрел да где грузовик реально прислушивался сильно из кабины монтажа ментага и там понимаете там басы есть как минимум басы которых здесь нету то есть там ощущение что это все-таки здоровый мотор да такой басы здесь этого в помине нету поэтому не знаю что они там снимали блять но по сути звук говно все равно но серьезный подход и все-таки понравилось что они берут настоящие грузовики там пытаются делать покажет к же говно получается но пытаются что-то пытаются блять за туда заносит сука вот сейчас занесло прям реально блять аж бумаги стали падать потому что я начал крутить блять стол но роль круче сильный настолько сильно что стол трясется поэтому по сути фуфло как бы с прицепом тоже самое не ощутил какого-то там мощи какой-то поэтому хуйня жду какой-нибудь либо воли 850 лошадей уже могу купить либо сканью 730 может там что-то будет хуй знает так 148 9 5 впереди пробка 151 они еще не дадут ехать 152 ну и тормозить надо вот гниды блять а сука легковушки ебаные тихоходы нахуй сука пробка ебучего видите какой трафик большой короче не ощутил нихуя мощи никакой никакого кайфа нету блять я думаю на вольве тоже самое будет блять но тут нельзя гнать видите везде ограничение счет 60 ограничения 142 отличу но видите трафик большой ограничение блять штраф на хуй 42 и башу мужчином манчестера поеду да походу до манчестера уже ближе осталось я так быстро летел что до манчестера осталось ближе чем назад я же начали хотел проще назад вернуться но пить эту дорогу блять не немецкие автобаны где там достаточно длинные бывают где ты можешь нестись промежутки а здесь блять сна блять поворот стоять чё так а уже поворот нихуя себе знаете лучше блять поедем куна и не блять шепфилд нахуй блять ебаный трафик санэскок пиздецки 158 кстати показывать может горочки хотел чая нету горочки блять сука ебаная тормозит бляди на блять вот такой туннелый мерседесик ну конечно прикольно его смотреть когда ну ты мне только смотришь снаружи когда паркуешься на камеру но паркуешься ты бывает и ночью соответственно что ничего не видишь 162 может с горки 161 160 дал в горку 159 158 в горку он теряет то я думаю просто коробка не способна 143 но все же приехал ночью муху и стиль больше 155 я думаю он так и есть максимум похуй поехали ща возьмем грузик немножко вам покажу и долго не буду и так уж там минут 10 блять вот заносит вот занесло но заносит по тупому начинает плыть по ебанутому блять сука ебло нищие видят там грузовик он справа прилетел они такие боты ебаные сука не видят блять грузовик впереди блять на вниз как ебло блять едет на тык маз пока на базу доедем короче не впечатлен конечно нихуя ну кабину поприятнее ты в кабину все время пыришка что магнуму и века конечно пиздец параша так давайте груз найдем тоже несколько площадок может быть надо на одну ехать мне надо я хочу на на этом блять ездить то есть не съезжая в эту на континент по англии хочу кататься ебать 20 километров хуярить сука эти пидоры не и на сука гнида ты вообще в городах по ходу ограничения 30 минут в англии что в европе там 50 хотя бы а тут блять 30 нахуй тык маз пока блять красный вкус не так его аром гоняю нахуй 75 нахуй валит он недавно так занос никакого ощущения не визга шин нету блять если тебя несет там шины должны въезжать нахуй нас эти корсеты визжат там легковушка несет а тут блять такой белос нахуй несет там такой блять истошный визг должен быть кто слышал блять да вы посмотрите видео где грузовик тормозит там за километр нахуй слышно юзом когда он идет слышно я и в реале по моему слышал в жизни когда фура тормозит там такую блять еще скрип визг нахуй это есть конечно с прицепом даже нами без прицепа там все скрипит визжит блять а тут вообще нихуя блять нету игра такая блять чувствует что они делали тетрис постепенно получше сделали так по сути тетрис и осталось с те же длиннобойщики при своих тоже минусах но не уж слишком старый до 2008 или седьмого года совсем уж старые блять нас убивал ну сколько там шарма сходим процент ну еще здесь неправильно считается я на всей скорости там перегородку въебал 6 процентов ущерба был хотя там въебал 120 практически блять ты типа для блять это самый нелюбимый я помню еще играл давно когда вот так же надо в карьер спускаться у когда вот еще в четырнадцатом году что ли делал летсплейная тоже на трэш вот там помню такая же хуйня была блять кашу его нахуй всем этим карьером есть полчаса ехать на потом надо вверх тащиться медленно естественно там где тут что-то уже потерялся да вот пиздонись блять а потом еще что не могу понять куда-то куда-то я туда поехал туда поехал туда можно для ебалдейте карьеры тем более это не карьерный нихуя грузовик то есть он там застрял бы на пусть тут юзом приятнее идти здесь не опасным широкий где я еду то блять нихуя не вижу Маляха муха. Шшшшш, это я не понимаю, куда? Шшшш, ты куда-то, блин, туда, блин. Пиздец. Там же нихуя непонятно, куда я ехалил. Так, вот я еду, да? Так, еду, блядь. Еду, блядь. Опять еду вниз, нахуй. Хотя я внизу уже был, блядь. А, ну что, где-то на левую? А, ну что, где-то на левую? Пиздец, ради жалких шестнадцати тысяч, что-то, блядь. Какого-то часа уже любусь. Шестьдесят пять ебашу по карьеру, нахуй. О, ура. Ища вверх, его тащи, нахуй. А он тяжелый, наверное. Сколько он там? Ща посмотрим. Не, четырнадцатый он всего лишь легкий. Ну, я, покажется, максимум двадцать видел, но, говорю, трехвостник еще не купил. Может, на трехвостнике будет сорок шестьдесят. Я смотрел видео, одно там челлендж какой-то, сто двадцать тонн. Я не знаю, может, это с модами хуй знает. Ну, там, типа, он на воле восемьсот пятьдесят лошадей везет, типа, сто двадцать. Я, я так понял, сто двадцать тонн. Ну, это я понял только из названия. То есть, я там не смотрел толком, что он везет. Видео называлось «Челлендж 120 тонн». Что-то такое, блядь. Ну, я не помню, там трехвостник был, нет? Так, пятьдесят три ебашу. Так, ехать шестьсот четыре километра. Ну, да, я все не буду. Я сейчас двести-три стендов проеду, и все. Бля, хочу Ментон-ТГ купить, он не едет. И века, хотя у меня был и века, но и века дохлый был, хочу, мощный. Причем, я так посмотрел, мне нравится именно лысый и века. Без всяких вот этих кабин дорогих. Прям реально что-то мне нравится. Такой вроде простенький, такой пиздатый. Блядь, вообще не едет, пиздец может. Вот тут, наверное, нужен трехвостник шесть на четыре. Четыре километра в час, наверное. Пиздец, вот тут он, да, трехвостник. Ну, как бы, едет потихоньку, но, блядь. Четыре километра в час, наверное. Ну, как Adsо. так время 924 утречко нахуй но это игровое ну вот 55 ебошу почему он так бодренько конечно с века тем 310 не сравнится с лошадей первым ну конечно он 310 лошадей был ну так так в общем магнум по моему примерно так же ехал в общем то бодрячком он ехал посмотрим 750 лошадей sky не чумует бля этот занос пошел то есть вынос как бы снос не вписывался поворот 30 час ограничения нахуй ну да все таки блядь если бы пизда ты сделали игру конечно ну хотя бы звук да хотя бы звук блядь уже был бы в миллион раз лучше если бы был трушный звук физон потом бы блядь графон блядь тогда бы это да это было бы сверх а так еб ты блядь чисто реально самая главная мотивация что играю это только из-за того что неплохие просмотры я знаю что она популярна то есть я даже не ради фанов да как бы то что фаны как бы ну они тоже неплохо это смотрят да ну и другие люди будут смотреть это точно со временем возможно ну по крайней мере высока вероятность у меня первый блядь сука блядь сука блядь сука ебло блядь летит нахуй первый и вот я сделал и там неплохо просмотр шли тем более с учетом того что на тот момент у меня на этом канале было еще мало подписчиков то есть тогда у меня был я наверно ну 5 максимум 7000 даже на 5 может даже но я думаю 45 тысяч было ну 5 наверно это лето 14 это где-то полгода уже канал было бля пиздец это уже получается этому каналу уже этого два чуть-чутка и бля года пиздец сказался недавно создал уже давным-давно короче канал уже старый по сути канал это блять всего два года бля пизда и 17000 подписчиков сейчас ну как бы я его особо конечно не развиваю но как бы еще я делал практически каждый день видео но это понятно треш да и поэтому я такие видео делаю самом деле видео очень качественное на самом деле для треша то есть ну редко бывает реально какой-то такой треш такой в основном на самом деле качестве видео здесь весьма высокой но конечно но все равно не дотягивать что-то на основной канал как бы выкладывать но некоторые в принципе может был бы и на основной канал укладывать но так некоторые ну как бы просто еще просмотры упадут на основ канале так там не сверх большие если постоянно укладывать еще меньше блять потому что на этом канале мне в принципе до просмотров в принципе похуй но я как бы эксперименты по сути эксперименты ставлю но на просмотры мне в принципе похуй да то есть там 3-4 даже если но такого сейчас даже не бывает но даже если там 3-4 тысячи то в принципе мне похуй как бы на тонны тэш канал но вы страны наоборот эксперименты ставлю ну как бы пока что ничего тут никаких реально хорошо эксперимент не сработал но нету много просмотров по той причине что видео практически каждый день не успевает набирать базы подписчиков да вот а с внешней базы они они ну не заходят пока что не зашли потому что на самом деле youtube уже в среднем он очень насыщенный перенасыщен то есть какие то да сегменты они не насыщены но они в основном тяжелые какие то или непонятные а вот так вот игры там всякие то симуляторы блять там пятьсот лет сплеевщиков то есть это все насыщено поэтому поэтому просто так в видео оно считается не входит даже если снять такое видео которое будет хорошее как там время просмотра забыл как это же называется duration time все равно ничего это не даст особо либо даст как через год-два там знаете вот за год-два оно много наберет но какая разница год-два это кому надо блять то есть с точки зрения денег ну представьте да одно видео набирает там миллион но за два года казалось бы пиздата но с точки зрения денег за два года это 20 месяцев даже 24 делим да это по 50 тысяч просмотров в месяц ну кстати это еще очень много ну это еще очень много но это все равно с точки зрения денег это будет очень мало то есть хуйня полно в общем а так чтобы видео набрал там за неделю миллион но и так на крючки так умеет хай отчет у него блять трейлер одного видоса недавнего набрал столько же сколько основное видео практически чуть меньше начнет трейлер набрал миллион за 3-4 дня хуеть блять да трейлер минут или полторы минуты или 30 секунд не помню то есть накручивает чувак блять не париться они всякие с этими в комиксами походу сотрудничают все там подряд и все накручивают один батя не накручивает нахуй шпатом накрутка когда слетит да это вся тема человек окажется никому не нужным афоня ща накручивает пиздец я хоть к нему как бы и положительно отношусь но это факт блять там что у него ну да еще уже 280 тысяч подписчиков подписчиков тоже крутит я думаю но блять у него уже какое-то видео там ни о чем да так и набрало бля миллион просмотров за неделю блять а видео получасовое ни о чем просто другое про bentley в общем тоже ни о чем но там она хотя бы не длинная как бы блять тоже миллион или больше там а другие видео набирают по 200 тысяч тоже неплохо я согласен но гораздо меньше то есть такое ощущение что какие-то видео просто накручивают они собирают миллионы вот а хули мне один чувак кинул но в группе написал что его лично миша печерский вот это миша печет из немаги лично ему писал летом что ли 14 года или осенью лично в личку писал делай дружище репост видео про обаму на вас вся надежда на друзей смысле может конечно у него был какой-то бот хотя он обратился по имени то есть его звали александр он саня написал сомневаюсь что они друзья очень сильно но это тоже мой фан давнишний но это просто чувак из интернета то есть он сомневаюсь что они друзья просто но в друзьях был может у него бот такой хуй знает а не может и ботоводы может бот что я чё-то чё-то я блять такой бред это каждому человеку не если бы он еще писал без имени я еще понимаю но он с именем написал возможно бот ну вы прикиньте какие они бля пройдохи да я еще где-нибудь это скажу какие они пройдохи что они так писали делаю репост простым обычным друзьям я вообще никому так никогда не писал и даже не думал и мне бы это было стыдно но я могу написать некоторым скажем так ютуб ютуб блогерам иногда такое я даже не помню было ну может быть по раз было и то это скорее всего там как-то репост за репост как то вот так вот и то это не я первый предлагал у меня спасу кукостки все время постоянно он всем такое предлагал он пишет давай репост на репост там лайк на лайк там вот ну как бы он меня там попросил соответственно ему надо какое-то видео да я ему даю какое-то видео то есть а чтоб я сам кого-то просил я даже не знаю был ли хоть раз мне сложно сказать все остальное это делали сами по своей инициативе люди а про обычных чуваков да или фанов это уж вообще блять это уж вообще я никогда нахуй до такого опускаться это пиздец выпрашивать я вообще репосты никогда не клянчу что знаю что блять с крестьян репост клянчить это пиздец сука ебаный штраф мне плохо короче меня и так все знают хоть у меня просмотры небольшие блять а другие у кого миллионы просмотров их никто не знает блять накрутили намертели бля ща на блогеров наталкиваюсь у которых блять по 400 тысяч по 300 тысяч подписчиков они так бодренько идут их вообще не слышно не видно как будто их нет вообще что я сейчас натолкнулся на одного чувака которого я давно знал но случайно познакомился даже не познакомился а узнал о нем случайно у него там было ну тысяч пятьдесят ну скажем два года тысяч пятьдесят назад или сорок или двадцать не помню вот ну потому что ни о чем блогер вообще да как бы сейчас у него 300-300к да просмотры тоже неплохие по 200-300 даже по 400 тысяч бывает видео ну его блять я его за это время да вот как узнал о нем вообще ни разу на него не наталкивался вообще ни разу и из вас я думаю ну кто-то может и знает потому что 400 тысяч все таки кто-то может и знает но блять эти на нейм по сути блять ну никто не знает ну там ну 300 тысяч у него по 400 тысяч просмотришь пиздец блять те же немаги везде свой нос суют их тоже достаточно все знают но блять у них налив канале было там недавно еще по 200 по 100 тысяч подписчиков на основном тоже было 300 относительно недавно так их уже знали блять но они тоже конечно они везде нос в каждую щелку сувалили что так раскрутили что делали свои блять видео и всем сували их про меня когда видео давно еще сделали они там на нейме были у них 15-20 тысяч было вот этот деревенский лёша блять я думаю что за деревня про меня сделала хуй с ними а мне начали кидать может это они сами кидали из-под фейков я не удивлюсь блять хитрожопый блять сук маслачи блять сук короче и но они суют конечно а этот по такой теме как бы как бы сука не особо востреб ну блять а чушь он не может быть так что ну хуй знает короче накрутка все ебаная да хуя шоу я на ютуб вот этот контент ходил блять ну короче обучаловка от ютуба в офисе гугл так там какое-то шоу ёбнули блять у него уже 200 тысяч подписчиков его никто не знает нахуй никому и никто и не узнает блять только если они из-под фейка не кинуть тебе под нос блять их видео что нахуй никому не нужно вот почему а про короче говоря по он уже говорил на что я натолкнулся блять на этих пиздец блять короче говоря сука миллион что ли подписчиков ну подписчиков не помню сколько на дохуя на может миллион может 500 тысяч но просмотров точно по миллиону блять на видео короче говоря спиздили идею нахуй короче говоря пидоры почему унылое вообще такое говно блять сука хоть бы на уровне было блять такая параша школьная практически ну студенческая там постарше чуваки чуть походу тип студентов блять да их никто не знает а у них там по миллиону просмотров блять по миллиону подписчиков блять такие все успешных вообще никто блять не знает блять чушь они блять чушь их даже Ивангая уже все знали когда у него еще было мало блять я о нем узнал когда я хуй знает 1200 у него был может 400 даже 1200 хуй знает это тоже абсос Ивангая ну блять даже у Ивангая лучше блять что у него хоть какая-то оригинальная идея ну которая наверное спизженная да ну по крайней мере она если ты не знаешь что она спизженная для тебя она будет весьма оригинальной то есть такой необычный ну а ебанутый да это все понятно но необычный а тут блять просто тупо всю идею всю идею спиздили такое фуфуло блять так еще Ивангая достаточно неплохое качество в плане там как-то съемки монтажа мощный хуй знает мне кажется у него все-таки какой-то монтаж разначального блять не знаю уж сам эту хуйню хуярин в принципе конечно ничего особо такого сложного нету но хуй знает параж такая конечно сколько там 300 километров осталось все крутят блять бать батя не крутит нахуй ну батя ща видео нет нет по 150 тысяч собирает но на хайпе конечно ну блять а ты попробуй блять хотя бы на на хайпе собрать 150 тысяч блять не так просто ебать у меня там сафоний бой 150 касс так кто там Михалыч с этим с Симоном 150 хотя не я не помню сколько там может 100 а вот этот с немагии 150 к что там еще вызов Леша 150 к ну как бы хайп ну блять ну летом там были эти блять с этой игроманией или как я забыл Карену Бэху там по 300к собирали 300 200 там 4 что ли видео у него много там по 300 200 тысяч и так далее еще какие то были тоже ну поигравым еще что то не особо прят фоллаус 120 что ли набрал что такое ну маловато конечно клэнси маловато конечно она в 80 и в 90 что ли кошмал в принципе ну похуй в принципе не стремлюсь особо ну ютубе я заметил параша какая то популярна реально но это вот все из-за их алгоритма то что они сортируют по времени просмотра я вот как теперь это понял что вот в итоге в топе вся эта параша потому что какая то магия блять у них нахуй какую то парашу снимают блять четырехминутную но зато как то ее туле смотрят вот так и они в топы попадают в итоге в итоге все вот эти непонятные люди вообще непонятно кто блять там из-за этой вот ебанутой хуйни как бы в этом есть смысл да чтобы боты не накручивали то что бот если накручивает он как он смотреть же не будет видео в итоге получится что просмотры возможно есть да как бы времени просмотра нету нулевое оно такая вот защита ну в принципе согласен как бы ну по идее от накрутки же они и так блять защищено мы что пытались накручивать помните эксперимент был там заморозилось и все нахуй конечно если использовать какую-то распределенную хуйню может быть и будет но распределенная хуйня на денег стоит откуда ты возьмешь распределенную хуйню именно автоматизированную не люди да люди это и так посмотрим какой-то тип там как это забыл кластер ну кластер компов как это вот доз делают да забыл как это хуйня уже называется чем они там а ботнет во ботнет типа ботнет для накрутки блять он же денег стоит ну смотря сколько с вами а чё конечно хуйня это но специфично это все блять с миллионами на ней мы блять просто бесит чувак ни о чем у него 400 тысяч просмотров но не каждое видео на дохуйя на просто чувак зеро блять просто зеро нахуй блять штраф нахуй 100 там ограничение 50 я 120 и больше ну ладно чуваки за 7 пожалуй закончу и так уже достаточно длинное видео кто досмотрел до сюда ну наверно дослушали я сомневаюсь что кто-то смотрел прям возможно кто-то дослушал пройти код что ли какой-нибудь я его даже забуду напишите так какой бы код я хуй знает сорок один сорок один нахуй вот так вот такой вот код никто не догадается сорок один сорок один ну наверно все таки дослушайте большинство на самом деле можно реально летсплей смотреть сей игра какая-то интересная можно можно я у некоторых чуваков бывало все таки да так можно смотреть я замечал что но я как бы сам не смотрел но вот так вот начнешь смотреть думаешь но в принципе можно посмотреть если у тебя время дохуя можно посмотреть все понятно у меня время нету да и я забиваю наверное все хуй я только интересное что-то могу долго смотреть реально но это явно не летсплеи но в принципе можно по некоторым играм некоторых людей я не говорю именно каких-то конкретных это это вообще может быть на name со 100 подписчиками тут вообще летсплеи от этого вообще не зависит от по сути он даже ни от чего не зависит только потому что картинка была качественный звук а там даже если там сидит полная деревенщина блять это даже может быть интересно ты будешь смотреть и думать как это это животное это существо этот примат нахуй играет и тебе будет интересно как он что там пыжится нахуй напрягает извилину свою одну вот это вот можем посмотреть вот мазок пока все покидает Мммм.